Наш город исчезнет через 86 лет. Такой неутешительный прогноз составили ученые американского журнала Naked Science. Иваново занимает седьмое место в топ исчезающих городов. Вместе с Венецией, рискующей оказаться под водой, Сан-Франциско, подверженному землетрясениям, Мехико с его опускающимся грунтом и моногородом Детройт. В Иванове, как и в американском аналоге, существенный отток населения. Ученые считают, что люди бегут из региона, у которого нет промышленного будущего. Историк, краевед и преподаватель Кирилл Балдин, Ивановец в седьмом поколении, считает, что опасения беспочвенны. Ученые предполагают, что Иванову, чтобы оставаться на плаву, необходимо примерить новый бренд. Например, назваться «Наукоградом» в регионе много вузов или восстановить промышленность. Я думаю, что не стоит предаваться вот таким эсхатологическим, то есть катастрофическим воззрениям. Должен быть выбран курс на развитие различных отраслей, полеотраслевой характер Иванова. То есть, чтобы здесь развивалось и производство, причем текстильное производство, швейное производство, наука, туризм. Тема «Иванова на грани гибели» не нова. Десять лет назад в регион приезжала делегация из Германии и рассматривала Иванова как типичного представителя субъектов, оставшихся без градообразующей промышленности. В Иваново-Стате город считают классической жертвой капитализма. Он жил и развивался, пока работали текстильные предприятия. Сейчас люди уезжают в поисках хлебных мест, но далеко не все. Это не повально, конечно, нет. И вот даже вот выводы были сделаны в результате этой программы, какие? Что город все равно должен заниматься тем, что он умеет делать лучше всего. Лучше всего у нас делали текстильные, занимались текстилем. Статистика, как известно, наука упрямая и она выступает против утверждения о вымирании города. Так показала перепись населения. В последнее время у нас наблюдается даже рост численности населения города Иваново за счет миграционного прироста населения. Кроме того, рассматривать, если естественное движение населения, то с 2000 года у нас идет рост рождаемости населения в городе Иваново и также снижение смертности. С 2006 года стабильно у нас снижается смертность. Если у нас по данным переписи 2010 года было 408 тысяч человек населения, то сейчас на 1 января 2013 года у нас 409 тысяч человек населения. По мнению американских ученых, соотношение мужчин и женщин в регионе не в пользу последних. И это утверждение среди местных жителей считается ложным. Статус города невест уже давно перекочевал в другой регион. Прошли те времена, когда было полно ткацких фабрик и не было мужчин вообще. Сейчас ситуация более-менее выровнялась. Но может быть недостаток какой-то и есть, но он не больше, чем в любом другом городе. Существенно Москва оттягивает, но здесь много хороших мужчин. Поскольку в Иванове практически не осталось промышленности, резюмируют составители рейтинга, образованные молодые люди переезжают из города в перспективную российскую столицу. Горожане считают иначе. В Иваново очень много вузов и поэтому наоборот сюда едут. Работы у нас сейчас нет, только одна торговля прицветает. Может быть если будет торговля вот так вот, то будет молодежь. Но мужчины наверное уедут. Город Иваново хороший город. Зачем ему бы умирать? У нас очень много молодежи, несмотря на то, что все-таки студенческая молодежь это в большинстве своем приезжая молодежь. Но у нас своей молодежи очень много. Посмотрите, все школы заняты, все это нигде нет того, чтобы сокращались какие-то. Школы уходили, детских садов настроили сколько. Рождаемость поднялась. Приятно, что Иваново упомянули в одном ряду с известными во всем мире городами, считают ивановцы. Пусть и не по такому лесному поводу. Но хоронить город с промышленной историей рановато. Иваново жил, жив и будет жить.